Продолжение следует... И они должны понять, что каждый из них важен, и что каждый из них может помочь городу, стране и всей земле в целом. Оказалось, что многие ученики знают о полезных свойствах мусора. Андрей Шашкин по любому вопросу готов был высказать свое мнение. Убирать этот мусор и его перерабатывать на новые и хорошие очистительные чистые вещи. Ребятам было дано задание принести из дома мусор. И на партах у них оказались уже, казалось бы, ненужные предметы. Бутылки стеклянные и пластиковые, упаковка от сока, яиц, конфет. Наталья Степочкина предложила первоклассникам распределить мусор по разным бакам. Пластиковую упаковку куда будем выбрасывать? В сны. Потому что можно переработать. Можно переработать? Умница. Учителю помогали девочки-старшеклассницы. На днях у них прошел подобный урок. Сегодня они закрепляют пройденное, объясняя малышам, пользу переработки мусора. Я считаю, что такие уроки нужно проводить не только для детей в школе, но и для взрослых, для детей в детском саду. Потому что проблема общая. И коснется она всех, и мы все можем помочь нашей планете. Еще одним интересным заданием было нарисовать баки двух цветов и предметы, которые нужно выкидывать в каждый из них. Это упражнение закрепило знания, полученные на экологическом уроке. Теперь первоклассники будут точно знать, что есть мусор, который еще сможет принести пользу. Надо его расфасовывать и давать им вторую жизнь. А что значит вторая жизнь? Как это? Его потом переплавляют и делают что-то еще. Я скажу родителям, чтобы они купили еще контейнеры и будут выбрасывать в разные контейнеры. Чтобы ребята смогли лучше усвоить новые знания и поделиться ими со своими родителями, Наталья Васильевна вручила каждому памятку. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видное ТВ.